Ожидание наступления нового года – это не только предвкушение праздника, но и надежда на новую жизнь. С боем курантов вступили в силу не только некоторые изменения в ныне действующих законах, но и начали работать совершенно новые проекты самого разного направления. Какие же законопроекты и изменения вступили в силу в 2016 году? Подробности в первом материале выпуска. С 1 января вступил в силу новый закон о компенсации средств, затраченных на отдых в Крыму, Карелии и на Камчатке. Его смысл в том, что семья, приобретающая в турагентстве путевки для отдыха на любом российском курорте, сможет вернуть потраченные деньги практически в полном размере. Расчет возвращаемой суммы будет производиться в зависимости от стоимости путевки, которая не должна превышать 50 тысяч рублей на одного человека. В наступившем году для школьников изменится правило сдачи государственной итоговой аттестации. Вместо пары обязательных экзаменов русского языка и математики задания придется выполнить еще по двум, на выбор учащегося. Но поспешим успокоить. Повлиять на получение аттестата могут только оценки по основным дисциплинам. Дополнительные предметы школьник должен прописать в заявление, которое нужно подать в учебное заведение до 1 марта этого года. С 1 января во всех субъектах страны будет установлен единый порядок возмещения оплаты горячего и холодного водоэлектроснабжения, отопления, газификации и водоотведения. Компенсация предусмотрена для обладающих определенными льготами категории населения, которые платят за коммунальные услуги согласно показаниям счетчиков. До принятия нового законопроекта расчет суммы компенсирования отталкивался от нормативов потребления. Теперь же размер будет рассчитываться, исходя из фактических затрат, зафиксированных приборами учета. Порадуют граждан и нововведения в Трудовом кодексе. С 2016 года будет запрещен заемный труд. Это вынужденная мера, которая наверняка поможет снизить количество жалоб населения на недобросовестных работодателей. После изменений компании персонал смогут брать в аренду только на временной основе, на срок до 9 месяцев, и при сотрудничестве с аккредитованными частными агентствами занятости. Это лишь небольшой список нововведений, которые ждут граждан в наступившем году. И практически все они призваны повысить качество жизни россиян. Алена Лавринова, Константин Моностренко, программа «События».